Всем привет, мои хорошие! С вами Си и Лена Суи. Сегодня я хочу вместе с вами выбрать белое платье. Точнее, белый костюм или белый образ. Куда? На роспись! В ближайшее время планируется роспись у меня. Никакой пышной свадьбы, ничего. В целом, я вообще-то думала, что просто буду в спортивках. Вполне возможно, что я буду в спортивках, но в спортивках белых, например. И, в общем, я не знаю, чтобы мне нарядиться, потому что ничего такого особенного в моей жизни не произойдет с росписью, но все равно есть какой-то внутренний позыв все-таки как-то нарядиться. У меня есть несколько вариантов из того, что есть, в чем можно было бы пойти на роспись. Я хочу вам сейчас все это продемонстрировать, показать, чем я мотивируюсь. А вы мне поможете выбрать, что вам кажется более интересным и привлекательным, не знаю, актуальным на сегодняшний день. Роспись будет, не будет народу никакого, будем только я да он, и все. И первое вообще, честно говоря, в чем я хотела провести церемонию, так можно сказать, да, это в спортивном костюме светлом. У меня вот такой вот есть костюмчик. Сейчас и погода такая, знаете, и я подумала, о, очень интересно. В моем стиле спортивный костюм, вот такой вот он светлый, такой, ну, можно сказать, белого молочного цвета, такой, да, простой. И я думала, может быть, какие-то крупные сережки сюда одеть. Ботинки, потому что погода такая, да, заказывала его на шеин. И вот такие вот брючки, да, светлые ботиночки, светлая там сумочка как-то, да, и вот все. И мы такие красивые, сережки крупные или вот какие-то бусики крупные. Я его одену покручусь, его надо немножечко пригладить. Это один из вариантов, который прям на 80%, вполне себе, да, можно. Блин, костюм этот вообще не кайф гладить. Ну, сейчас, пока вам показываю, короче, посмотрите вот так, на неглаженный костюм. Он очень прикольный, у него очень классное горлышко такое, сюда отлично пойдет. Какие-то крупные такие, крупная цепь, да, или крупные серьги сюда хорошо будет. Вот, он такой, знаете, без начеса, да, но он такой довольно-таки теплый и легкий при этом. Ну, мне нравится. И по обуви, смотрите, я померила сюда вот такую обувь, неплохо смотрится. И померила сюда вот такую обувь, тоже неплохо смотрится. По цвету, так как он молочный, наверное, вот это более такой, ну, белый сюда контраст идет. Ну, хотя неплохо. А вот этот вариант прям, ну, такой, темненький. Не знаю, видно вам. Посмотрите в зеркале. Вот так или вот так. В общем, вот этот вот вариант я тоже присматриваю взять, потому что он комфортный, удобный. И в этом я, наверное, буду чувствовать себя вообще комфортнее всего. Но это уже не совсем, наверное, празднично. Вообще, изначально я планировала быть в платье. В этом платье вы уже видели фотосессию. У меня очень красивое платье. Я его даже как раз-таки брала и думаю, ой, классная роспись с ней будет. Ну, и у меня уже фотосессия была, и я думаю, зачем? И иногда, знаете, так не хочется особо сильно наряжаться. И чем больше ты наряжаешься, и кажется, что ты прям вообще, ну, прям делаешь из какой-то обычной вещи, какое-то прям событие, да? Какое-то прям событие из-за того, что так нарядилась и потратила слишком много энергии на, там, не знаю, укладки, макияжи. И такая вся придуя нарядная. Вот, не знаю. Но вот это платье тоже как вариант. Его, кстати, очень удобно взять с собой в чемодан. Оно не мнется. Это как раз-таки, да, будет все на выезде. На выезде из Ростова. Поэтому вещи будут в чемодане. Мне не хотелось бы их еще гладить. Вот. Поэтому это платье будет замечательно, если я его возьму. Потому что его не нужно будет гладить. Оно не мнущийся. Мне, если честно, очень нравится вот это платье. Очень. Я прям вот его готова взять. Может быть, даже и возьму. Единственное вопрос у меня был именно с обувью. А смотрите, подходят ли сюда вот эти вот сапожки белые. Они, видите, на платформе. Они максимально удобные, классные. И вот так я себя чувствую очень комфортно. В зеркале вам видно? Сзади, надеюсь. Вот. Такие вот сапожки. Вот если так идти, то да. А вот шпильки уже какое-то другое. Хочется стиль немножечко такой, знаете, такой свадебный, шикарный. Немножко упростить ботинками какими-то, да, или что-то. Чтоб не казалось, что я прям сильно выгляделась. Но это платье, конечно, классное. Его можно взять просто хотя бы, чтобы оно было, да. По ситуации уже посмотреть. Если будет комфортно мне, там будет холодно как-то и некомфортно одевать платье, я одену, допустим, костюм какой-то, да. Но платье это можно с собой взять. В любом случае оно не мнется. Это очень хорошо. Вот. Что скажете? Вот с этими ботиночками. Классно. Еще есть вот такой вариант ботиночек. Вот. Но мне кажется, они сюда уже не так идут. Да, они на каблучке. Такие вот в зеркале, да. Вам видно, может быть, сзади. Они на каблучке, но, тем не менее, другой цвет, бежевый. Как-то уже не то. Да? Те лучше. Еще подбираю варианты. Вот эти ботинки, смотрите, в зеркале. Вот эти ботинки, они такие массивные. И тоже, мне кажется, сюда будет очень интересный такой вариант. Вот такие ботинки массивные. Что скажете? Под вот это платье, под вот это платье просто. Вот не хочу я шпильки вообще с собой брать и одевать. Я хочу ботинки. Вот какие ботинки сюда подойдут, тихо буду. В общем, сзади вам видно, да. Они тоже бежевые, но они такие массивненькие. Вот так смотрятся. А еще вариант, это одеть черные. Черные, они вот такие вот у меня. Вот видите? На плоской примерно подошве. С такими стразиками. Живот здесь надо так держать, чтобы все хорошо было. В общем, вот такие вот ботиночки. Вот так еще. Тоже, мне кажется, в этом что-то есть. Знаете, такой рок-стиль. Именно в ботиночках под белое платье. Что скажете? Пишите. Следующий вариант, который мне очень нравится. И тоже, когда ко мне пришел этот костюм, я подумала, боже, как прекрасно будет в нем расписаться. Но, возможно, это, ну, может быть, не на эту погоду, потому что здесь укороченная рука у пиджачка. Это такой костюмчик из Твида. Очень мне нравится удлиненная вот эта вот юбка такая, да. Единственное, что, ну, блин, сюда только шпильки, мне кажется. Сюда ботинки не пойдут. А мне бы хотелось, чтобы мне было удобно. Мне не хочется, знаете, в шпильках там. Мне хочется какие-то вот ботинки или что-то такое на удобной подошве. Вот сюда я вижу только шпильки. Бежевые или черные. Короче, вот посмотрите. Мне кажется, такой прям свадебный классный костюмчик. Свадебный, свадьба. Костюмчик для росписи, да. Но, не знаю. Он тоже не мнется. Его можно было бы взять с собой. Единственное, вот здесь вот обувь меня смущает. Но он мне очень нравится. Напишите, как вам. Вот костюмчик беленький. Я сознательно не одеваю сюда никакие шпильки, потому что шпильки брать с собой не буду, не хочу. Я в них себя чувствую неуверенно и некомфортно. Сам по себе костюм обалденный просто, да. Но единственное, что здесь проблема с тем, вот что все-таки вниз одеть. Здесь вариант вот такой вот. Или вариант вот такой вот. Вот этих ботиночек. Посмотрите, в зеркале вариант, если вам видно, да. То есть вот такой, с каблучком небольшой. Или вот такой. Мне кажется, честно говоря, сюда особо не то, не то не идет. Сюда нужна шпилька. Поэтому, наверное, этот костюм отпадает. Но в целом, вот скажите, мне кажется, на роспись вообще идеально, да. Он прям такой деловой, не вычурный, прям по возрасту, да. И классный. Сдержанный очень. Классно. Да, ешкин кот. Еще вот эта тема разъезжается. Вообще, мне надо отдать швее, которое у нас. И вот здесь, чтобы она зашила просто. Здесь, не знаю, почему тоже сделаны пуговки, которые можно отстегивать. Их вообще, не знаю, зачем они нужны. Сзади есть молния. Просто нужно вот так зашить вот здесь вот так вот все. Пуговки, чтобы были для красоты. Еще один вариант. Это комбинезон. Комбинезон этот я заказывала тоже на шее наказывается. Смотрите, он белый. Он прикольный. Он джинсовый белый комбинезон. Его тоже можно обыграть. У него как раз-таки здесь всякие кнопочки серебристого цвета. Я очень люблю серебро. Какие-то массивные сережечки серебряные, что-то сюда. У меня, кстати, фотосессия тоже в нем была. Очень неплохо смотрится. И сюда можно одеть и ботинки классные. Черные даже сюда хорошо будут смотреться. Белые ботинки можно взять. Ну, не знаю. Такая погода, мне кажется, сейчас, что все это белое станет черным на один раз. Но в целом идея комбинезона мне тоже нравится. Вот такой вот комбинезончик светлый. Вот так он смотрится нарядно, прикольно. И я его как раз-таки померила под вот эти вот очень легкие, классные сапожки. Не сапожки, а ботиночки. Прям нравится мне под все. Они под все подходят. Вот. Ну, а сюда также хорошо будут смотреться просто черные сапоги. Все равно будет видно только вот этот низ. В общем, такой вариант. Он немножко попроще. Ну, белая, белая, нарядная, нарядная. Что скажете? Так, теперь мы можем пойти немного не по стандарту. Когда я писала... Блин, я не помню, то ли я писала, то ли я говорила, что... Но я помню комментарии, которые мне сказали, что... Какое белое платье тебе на свадьбу там, да, или на роспись? Типа, белое платье это платье невинности. А ты не невинна. Что вы по этому поводу думаете? Мне очень интересно. Но для таких, кто думает, что я невинна, или кто считает, что я невинна, и мне нельзя белое одевать, я в первый раз, конечно, об этом услышала, то вполне себе можно одеть вот это платье, которое я не так давно брала в Малина Бонита. Оно у нас песочного цвета, цвет шампань. Вот. И мне кажется, что на роспись оно тоже шикарно. Единственное, что если я его возьму, мне придется его гладить. Мне нужно будет где-то добыть отпариватель или утюг. Лучше, наверное, отпаривателем отпаривать. Платье очень красивое. Я вам здесь померю, покажу. Там были несколько вариантов. И красное, и синее. Ну, синее, кстати, что-то я не спросила, да. Я мерила зеленое, красное, шампань. И еще какое-то четвертое. Или я забыла какой цвет. Мне все цвета, в принципе, идут. И зеленое, и шампань. Очень красиво. Но вот это вот платье, шампань, да. Прям вот в реале оно очень круто. Я не знаю, как вы здесь на видео сейчас увидите. Но в реале оно очень круто, благородно смотрится. И красивый такой песочный цвет. Я не смогла взять что-либо другое. Я подумала, что это будет более универсальное. Вот, пожалуйста, вам. От росписи, да, до, не знаю, чего угодно. Куда угодно можно это платье одеть. Я его тоже вижу в шпильках и не вижу его в ботинках. А вот у меня приоритет прям, чтобы можно было какие-то ботинки одеть. Удобная обувь, чтобы лишнего ничего не нужно было с собой тащить. Так, платье-шампань. Смотрите, платье это действительно шикарнючее, вообще шикарное. И оно, смотрите, как прекрасно подходит под вот эту обувь. Прям в цвет, в цвет. Мне очень нравится. Посмотрите, даже в зеркале. Милочка, отойди. А то не видно в зеркале. Вот, видите, как идеально оно подходит по цвету. И мне кажется, даже по фасончику хорошо. Вот такое платье. Тут у нас выкат отличный. Тут у нас вот эти вот наши модные сейчас такие, как их называют, фонарики, да. Здесь у нас очень хорошо скрывает животик, подчеркивает талию. Офигенно. Разрез. Видно вам? Захотела, встала для фото. Да, очень красиво. В общем, очень красивое платье. Я не знаю, как вам оно передается. Я надеюсь, вы понимаете, почему именно его я взяла. Вот так. В общем, под это платье, в принципе, обувь есть. Это уже хорошо. Так, ну еще бежевый костюм. Это вот такой бежевый костюм. Он немножко такой легенький. Ну, мы, если смотрим с вами платья, да, то они тоже открытые и легкие. То я подумала, можно и такой костюм. Вот его можно тоже под бежевые ботинки одеть. Вот это мне очень нравится. Идея, что я как бы буду светленькая. Немножечко он припачкан у меня здесь. Надо постирать. Но, во всяком случае, длинная штанина, длинный рукав. Уже сильно не замерзнешь. И тоже такой цвет бежевый. Вполне себе можно на роспись. Все равно хочется что-то светленькое. Следующий костюмчик тоже очень подходит мне по ощущению. Потому что отлично просто цвет в цвет сюда подходят вот эти ботинки. Они такие на подъеме, да. То есть ты чувствуешь себя на высоте, как будто на каблуке. Да. Немножко другой цвет. В отражении другой цвет чуть-чуть. Вот здесь видите, да. Он такой холодно-бежевый. А в отражении он какой-то желто-бежевый. Разница есть, да. То есть он вот такого цвета на самом деле. Костюмчик. Вот вполне себе. Вы, наверное, видели его уже у меня. Я к нему ходила. В Москве покупала в торговом центре. В общем, тоже нарядно, светло. И винно. Винно. А то не белый он, потому что. Ну, и еще вариант. У меня есть черно-белый вариант. Я просто не знаю. Я хотела брюки на самом деле черные. Но не могу их найти. Свои брюки черные палацы. Где-то они висят. Как-то я их так сложила, убрала. И не могу найти. Очень мне нравится вот эта вот кофточка. Она у нас идет здесь без лифа. Она очень красиво, сексуально смотрится. Такие рукавчики, такие фонарики, знаете, вот модные, да. И это такое боди. А вниз, вот так как у меня нет брюк таких каких-то, да, чтобы вниз прямо ходить. Можно джинсы белые, но джинсы белые, они у меня в дырочку. Я думаю, это не зимний вариант. Я подумала, что почему бы в черно-белом, знаете, как вот это. В школе на праздник белый верх, черный низ, да. Можно, например, одеть юбку вот так вот, да. Ботинки какие-то даже те же черные. И буду очень себе вполне презентабельно выглядеть. Не знаю, может юбка коротковатая, конечно. Но в брюке было бы шикарно черные найти палацы. Но что-то я их не могу найти. Если найду, я здесь в них покручусь. Так, ну и вариант, смотрите. Белый верх, черный низ. Это вот с юбкой, да. С брюками то же самое, они завышенная талия, не кожаные. Просто идут вниз-вниз. И там, ну, мы просто одеваем любую вообще обувь просто на каблуке. Здесь же нам же уже нужно выбрать обувь, чтобы она подходила. И вариант у меня либо это вот такие высокие сапожки, которые Кристинка мне дарила в сайте Shein, да. Либо это светлые вот такие вот ботиночки, которые тоже неплохо сюда смотрятся. Вот. Ну, это такая более сексуальная кофточка, она безлиха идет. Видите, как красиво. И ничего не прозрачно, вот что мне нравится, да. В общем, вот такие варианты. Вообще, в конце концов, я могу просто пойти в спортивках, в чем и была, и даже не запариваться. Но что-то я с собой хочу взять и буду уже смотреть по настроению, что и как будет, и в чем я пойду. А мне интересно ваше мнение. Что вам нравится больше всего? На мне как было бы необычно, прикольно. Вот. И комфортно. Вот. Это все, что я нашла у себя дома, такое светлое, да, из того, что можно было бы взять с собой на роспись на выезде из Ростова на Дону. Пожалуйста, скажите, что мне больше всего идет, и как вам кажется, я буду очаровательна, чтобы просто лишний раз очаровать своего любимого мужчину. Когда он меня увидит, скажет, ох, не зря тебя выбрал. Вот именно это платье говорит об этом, или этот костюм. Напишите, что мне идет больше всего, и в чем именно вы меня видите, и напишите, пожалуйста, в комментарии по поводу того, что можно ли мне в белом расписываться, или все-таки уже нельзя. Я вас люблю, целую, мои хорошие. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жду ваши комментарии, и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok